А давайте спросим, это у головы Грессонский ОДА, Юрия Гусева, который сейчас с нами на прямой связи. Алло, витаем у вас. Витаю, добрый вечер. Да, витаем. Вот у нас в студии свет журналист Гей Бережной, мы обсуждаем заявление народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Юрия Камильчука, который в очередной раз заявил, что после Давида Арахами, что нужно продавать воду в Крым. Вот как вы смотрите на это? Почему сегодня, по-вашему, звучат подобные заявления? И что вы думаете по поводу возобновления поставки воды в Крым? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я говорил с Давидом Арахами, и его неправильно поняли. Он очень детально описал это в своем посте на Фейсбуке, о том, почему именно его неправильно поняли, и что именно он имел в виду. Я хочу сказать, что несколько дней назад было выездное заседание профильного комитета Верховного Совета, который опекает вопросы временно оккупированных территорий внутренних перемещенных лиц. На территории Херсонской области было заседание на КПВ Чангар, и мы обсуждали в том числе вопросы возможной возобновления поставок на территорию Крыма. И мое мнение, которое я многократно озвучивал, это то, что мы, конечно же, можем возобновить поставки воды в Крым при одном условии возврата контроля над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым. В отношении этого комитет принял соответствующее решение. И, собственно, я убежден в том, что мы вернем контроль над Крымом, вернутся государственные флаги Украины над админ-зданиями в Севастополе и Симферополе. И, конечно же, граждане Украины, которые сегодня живут на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, получат не только воду, но и максимальную поддержку украинского государства. Спасибо вам за эту позицию касательно воды. И, естественно, мы хотели бы у вас спросить также про телеканал АТР, который сейчас находится на грани закрытия в связи с блокировкой ее финансирования. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как вы думаете, почему так сложилось? Этот вопрос тоже обсуждался во время заседания комитета по правам человека, временно оккупированным территориям и внутрешне перемещенным лицам. И глава комитета заявлял о поддержке телеканала АТР. Я убежден в том, что крымско-татарский телеканал и вообще крымские татары, как часть большой украинской семьи, могут и должны иметь свои средства массовой информации. И я убежден в том, что проблема с поддержкой телеканала АТР в законном русле будет решена. Еще один вопрос был. Смотрите, вчера была новость, что концерн радио Мовлани, радио Звезд Кутатово-Бачиня 14-го. Значит, сегодня вещание телеканала АТР должно было отключить на оккупированную территорию Крым и приграничную зону. Ловит ли сейчас телеканал АТР в Херсоне, возможно, в Херсонской области, вблизи Крыма? Есть ли информация у вас? В Херсоне, конечно же, телеканал АТР ловит. И я знаю, что в районах Херсонской области в отношении каких-то проблем по тому, чтобы какие-то районы не имели доступа к возможности смотреть телеканал АТР, у меня этой информации нет.